и снова здравствуйте для того чтобы не ломать узор в круглой кокетке мне нужен росток мы как поступаем если мы не хотим по каким-то причинам вывязывать анатомически то есть верхний росток мы вывязываем его на петлях спинки вот у меня сравнялись перед и спинка до ровно и спинка выше то есть мы вывязываем отделенные петли спинки поворотными рядами туда-обратно наращивая некую высоту для того чтобы изделие хорошо сидела росток можно вывязывать еще и сразу вместе с с петлями подреза в этом видео мы посмотрим как это делается единственная вам буду показывать на просто на лицевых петлях а здесь я пропустила скрещенную резиночку ну по центру выделять надо изнаночную петельку но это на ваше усмотрение как ложный шов просто мне потом пришла в гору в голову идея поменяла там петельки просто с помощью крючка ну вот так же как и вот в другом там изделие вяжется просто мне понравился такой эффект технически она будет более верно когда мы более плавно вывязываем ведь у меня спинка если вот разделить на детали она более плавно вы переходит в петли подреза все подробности смотрим в этом видео я просто уверена что вам такой способ понравится что касается круглой кокетки вот у меня кокетка очень ажурная и если я начинаю сейчас вязать лицевой гладью то у меня изделие сожмется потому что ажур расширяет полотно и лицевая гладь дальше идет она сузит и у меня получится какой-то мешок это мягко сказано на спине в данном случае я вяжу из хлопка на спицах номер 4 толщина нити 120 метров на 50 грамм что я делаю вот всю кокетку я вязала спицами номер 4 отделила значит спинку и сейчас первый ряд я уже перешла на спицы номер четыре с половиной вот у меня уже перед был провязан один рядочек после кокетки спицами четыре с половиной и я ими сейчас продолжу вязать наш азиатский росток то есть перехожу плавно лицевой изнаночной первой ряды я буду вязать спицами четыре с половиной и в лицевом именно ряду уйду в спицы номер пять и далее все вязание я продолжаю на спицах номер пять для чего еще раз повторюсь чтобы не было перехода большого точнее сужение не было от ажурной части нашей кокетки и нашего изделия к лицевой глади первый ряд до меняем спицы всегда в лицевом ряду в изнаночном так как изнаночный ряд при поворотном вязании вяжется тоже чтобы не было рядности поэтому в изнаночном ряду мы спицы не меняем только в лицевом ряду и так вот передо мной петли спинки сразу в самом начале из протяжки подымаю протяжку между петлями правой спицы подымаю одеваю на левую спицу и задача провязать ее скрещенной то есть не дырочкой вот такой нам дырочки здесь не нужны я одену пожалуй вот так вот вот так одену и слева направо провяжу то есть скрещенной и так первый ряд в первом ряду у нас добавится в начале ряда одна лишняя петля и в конце ряда как это делать вязать со стажем они разберутся начинающим я покажу и дальше мы вяжем просто лицевые петли первые рядочки и когда мы переходим на другие спицы обязательно вязать туго нужно это важно чтобы не было рядности закончили ряд переходим ко второму ряду изнаночному 1 1 петлю нам снова в начале ряда надо сделать при бабочку и в конце ряда то есть мы в каждом ряду в лицевом в изнаночном будем делать при бабочку в начале и в конце как сделать здесь при бабочку можно отступить пару петелек сделать при бабочку из протяжки более плавное будет прибавление петель я сделаю наверное вот так вот ниточка на на левой руке на указательном пальце подхватываю правой спицей сверху чтобы получить вот такую петлю да можно одеть как вам удобно вот на правую петлю вот как удобно так оденься так чтобы она не сползла у нас и вяжу дальше изнаночными петлями то есть это у меня при бабочка 1 петель . дальше я вяжу изнаночными туго до конца ряда второй ряд наш изнаночную сторону всегда провязываем ту же чем лицевую заканчиваю второй ряд на счетчики так а провязываю последнюю петельку изнаночной петлей и мне нужно здесь сделать тоже нужно при бабочка сделаю я ее вот так вот просто накидываем да еще разочек покажу накидываем на на указательный палец левой руки разворачиваем пальчик себе сделали накид ну развернувшись у нас получится что нам еще разочек надо будет сделать до при бабочку вот мне маркер показывает два ряда провязана 2 при бабочки у меня есть две петельки это для подреза уже развернула вязание теперь мне нужны спицы номер 5 в лицевом ряду я еще разочек перейду на спицы на 0 5 побольше и на них уже буду все основной вязать снова мне нужна прибавка и снова я ее буду делать вот так вот для удобства для удобства показываю все варианты можно сразу в конце здесь сделать вот эта прибавка у нас являлась для изнаночной стороны и тут же сделать для лицевой стороны вот сделали и когда развернули вязание у нас уже прибавка есть третий ряд и у меня уже петелька 3 есть я ее просто провязываю скрещенной лицевой и снова делаем потуже провязываем потуже потому что мы перешли на другие на другой номер спиц третий ряд 3 прибавки в каждом ряду у нас должны быть при бабочки по одной прибавки с каждой стороны третий ряд заканчиваю лицевой петелечкой делаю при бабочку для лицевого ряда и сразу могу сделать при бабочку для изнаночного ряда все у меня спицы номер пятерочка теперь и теперь пятерочка развернувшись 1 петелька буду вязать лицевой по изнаночной стороне остальные изнаночными петлями и снова в конце ряда я буду делать одну при бабочку для изнаночного ряда и с еще одну при бабочку для лицевого ряда и так далее продолжаем вязать и так вывязывая таким образом что мы получаем у нас шло полотно да и у нас не вот такая прямая линия получилась относительно наши кокетки то есть вот она должна обычно но как раньше мы вязали всегда это вот так да ну и сейчас можно так вязать я не говорю что это прям вот сто процентов надо так вязать и обычный прямой росток имеет право на жизнь почему бы нет просто технически будет более верно если мы вот этот подрез превратим в изогнутую линию технически будет верно вот таким образом она выглядит то есть у нас одновременно есть росток и есть петли подреза и они на спинке вот если я сейчас сложу они простите это спицы гремят у меня на столе если я складываю изделие спинку и перед то у меня получается смотрите в рукаве вот это потом пополам разделиться и теперь эти петельки подреза вот лишние которые я маркером отмечаю вот эти меня петли лишь не у нас разное количество петель будет поэтому я не называю количество петель вот это у нас получается мы соединим с передом и у нас уже есть петли подреза и линия по спине выглядит каким образом более плавно уходит в подмышку вот собственно мы и добились того результата который о котором я хотела техники которые вам хотела рассказать смотрите что будет наверняка у начинающих такой вопрос вот мне нужно в моем случае 13 петель в подрез вот участок мне нужен 13 петель я должна добавить с каждой стороны а рядов у меня допустим 10 для примера я говорю 10 рядов у меня допустим ростка значит соответственно когда я закончила последний ряд дополнительные все петли которые вы запланировали набираете просто воздушные петельки главное потуже их сделать перешли на лицевую сторону провязали лицевую сторону и когда перед соединением